Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я бы хотела продолжить тему базового летнего гардероба. Естественно, моего гардероба, потому что база у каждого разная. Которую я начала на предыдущей неделе своей белой или светлой капсулой. Я обещала продолжить и показать свою цветную капсулу. Тем более в комментариях меня просили показать вещи, которые сшиты моей мамой. А здесь очень много вещей сшиты руками моей мамы. Ну и не вижу повода не объединить эти две темы, не показать свою светлую капсулу. И не похвастаться вещами, которые сшила мне моя мама. Как я уже сказала, гардероб мой базовый. У каждого, конечно, своя база. Здесь вы не увидите офисных вещей, я не работаю. Слава богу, прошли эти времена, когда в журналах печатался список базовых вещей для женщин. И это была чёрная юбка-карандаш, белая рубашка, синие джинсы, ну и ещё там что-то. Теперь база у каждого своя и зависит от образа жизни. У меня много летних вещей, должна сказать. И раньше я вывешивала, ну когда менялась сезон, я вывешивала все свои летние вещи. И убирала там зимние, весенние, осенние. Должна сказать, что я отношусь к тем странным женщинам, которым не нужно разнообразие, а большое количество вещей, наоборот, нервирует. У меня это как-то забирает энергию, когда я вижу эту кучу вещей и думаю, что как-то их всегда надо носить. А носить у меня не получается, я не успеваю, в общем, как-то нервничаю я. Поэтому последующим образом я достаю какую-то небольшую часть своих вещей, которые я планирую носить. Ну, скажем так, мне на летах хватит трёх брюк и там нескольких верхов. Конечно, если бы я работала, то это была бы другая ситуация. Я должна была бы соответствовать правилам игры, подстраиваться под социум, носить много вещей, естественно. У меня такой необходимости нет. Разнообразие, как я уже сказала, я не очень люблю. Поэтому я достаю часть каких-то своих вещей. А всё остальное я храню вот в таких чехлах. Всё это навешивается одно на другое. Занимает мало места. Гардероб у меня пустой. Вешалки, в общем-то, достаточно свободные. И я хорошо себя при этом чувствую. Так вот, цветную капсулу я не достаю уже пару сезонов точно. Но это не значит, что я готова от неё избавляться, что у меня там не переменится настроение, мне не захочется больше цвета. Поэтому с этими вещами я не расстаюсь. Но поскольку гардероб у меня базовый, здесь нет каких-то остромодных вещей, то, в принципе, достав эти вещи ещё через пару-тройку лет, я не думаю, что они устареют и их невозможно будет носить. Но давайте перейдём уже к вещам моим. Когда я развешивала вещи, я вдруг обнаружила, что я совсем не люблю фиолетовый цвет. Или сиреневый. У меня здесь куча фиолетового, сиреневого цвета. Видимо, большая я любительница. Но они мне идут, надо сказать. Ну, начну я с низов. Традиционно покажу, что на мне. На мне брюки серые, льняные, которые сшила мне моя мама. И ничего в них нет. Они это просто прямые, без каких-то карманов даже. И вообще без ничего. Прямые, широкие. Ну, как средние, ширинные брюки. Ничего в них нет ни модного, ни старомодного. Мне кажется, носить их можно пожизненно. Вот этот топ тоже сшила мне моя мама. Мне кажется, эти цвета хорошо сочетаются. Ну, и в общем-то, все, что есть у меня в цветной капсуле, естественно, будет хорошо сочетаться и с белыми. Эти брюки можно носить и с белыми футболками, и с белыми рубашками. Топ будет прекрасно смотреться с белыми брюками. Поэтому белую капсулу я здесь достала немного. Когда буду показывать что-то на себе. Ну, в общем, что-то с чем-то я тут скомбинирую. Пока не знаю как. Еще одни брюки Палаццо, сшитые моей мамой. Уже видели вы их в одном ролике «Женщина лоск». Тоже очень хорошо сочетается с белыми топами. Также эти фиолетовые брюки хорошо смотрятся с зелеными вещами. Вообще, люблю сочетание фиолетового для сиреневого с зеленым. Наверное, это мое самое любимое сочетание цветов. Ну и продолжит сиренево-фиолетовую тему. Еще одни брюки, купленные в Италии мною в 97-м году. Там я купила себе эти тоже льняные брюки. Кстати, они и так не сильно мнутся. В общем, льно-рознь, я должна сказать. Тоже просто прямые широкие брюки. Покупала и носила я его вот с этим топом. Продужат тему брюк вот такие льняные темно-коричневые. Брюки это фирма Tatum. Когда-то была представлена на московском рынке. И каждый год я покупала у них по одной паре брюк. Они каждый год выпускали, в общем-то, одну и ту же модель. Каждый год я брала. Теперь они уехали и осталась я, можно сказать, без льняных брюк. Но вот еще пока одни у меня не умерли. Зеленые и темно-синие сдохли. Продолжат тему низов юбки. Не знаю, покажу ли я их в этом видео на себе. Либо какую-то отдельную тему сделаю, если не умещусь в хронометраж. Я сама не люблю смотреть длинные видео. И другим не люблю их показывать. Кто вообще смотрит эти видео по 30 минут, не знаю. Ну, в общем, вот одна из таких юбок. Крио Концепт это компания. Когда-то я ее так активно носила. Потом узнала, что буха стиль мне не идет. И много лет она у меня провисела. Ну и, честно говоря, я как-то сейчас не очень понимаю, какой верх к ней подойдет. То, что носила раньше я, это сейчас прям сильно не модно. Но юбочка, тем не менее, висит у меня пока. Надеюсь, я как-то ее все-таки смогу к чему-то приспособить. Еще одна юбка, сшитая моей мамой. Ну, в общем, здесь как-то все просто. Это, я не знаю, юбка-колокол, что ли это называется. В общем, здесь резиночка, здесь резиночка. Но к ней еще есть такая накидочка. Такого же оттенка, но из более тонкой ткани. Наверное, я покажу вам на себе. Еще одна юбка, ну, это юбка-плиссе. Сшила я ее в ателье. И сшила я ее тогда, когда были эти юбки модно, прям, чтобы было в пол. Потом я ее укоротила. И она неплохо сочетается вот с такой горчичной, с таким горчичным топом. Этот топ связан моей мамой. Покажу вам. И хотя мне сказали, что вязанные вещи на женщинах возрасте придают им нафталинности. Вы, может, уже поняли, что я не бьюсь за каждый год своей молодости. И даже если он мне придает нафталинности, хотя чему-то обычный такой базовый простецкий топ. Как он может старить, не знаю. Но даже если и старит, то и бог с ним. Более, наверное, современно она смотрится просто с маечкой. Более молодежно. В общем, там можно носить с любой белой футболкой. Вот такая рабочая лошадка. Также неплохо она будет сочетаться с таким горчичным топом. Все цвета, как вы видите, из осенней гаммы. Меня же когда-то типировали осенним цветотипом. Поэтому я и нашила себе летних вещей в осенних оттенках. Ну, потому что, честно сказать, найти летние-летние вещи в таких цветах достаточно сложновато. Ну и раз мы уже затронули тему топов, то этот горчичный топ сшит моей мамой. Прототипом выступил вот этот топик распашоночка. Но только там на одной пуговице. Одной пуговице я уже не ношу. Не оголяюсь настолько. Здесь мы сделали с мамой две пуговицы. И он очень хорошо смотрится с широкими льняными брюками. Мне так кажется. Я думаю, что и с зеленым, с зеленой юбкой он будет неплохо смотреться. Еще один фиолетовый. Фиолетовая блузка. Страшно мною любимая. Льняная стопроцентная. Стопроцентный лен. Промод фирма. Еще, по-моему, до сих пор существует в России. Это этот бренд. Носила я ее прям очень много. Были у меня когда-то очень любимые зеленые брюки. Где-то вот такого зеленого цвета. В общем, было вот такое прекрасное сочетание зеленого с фиолетовым. И эти зеленые брюки льняные я тоже так любила. Столько носила, что они умерли на мне. Прям на мне своей естественной смертью. Они просто расползлись. И с тех пор я эту блузку не ношу. Потому что я хочу именно такие зеленые брюки. И больше ни с чем я ее не ношу. Хотя, наверное, могла бы носить, в общем-то, и с белым. С белыми брюками. Но нет. Висит она у меня много лет уже. Никак я не найду эти самые зеленые брюки. Не отдам ее никому. Буду сама носить. Есть у меня еще такой розовенький. Такая туника достаточно длинная. Тоже фирма Tatum. Я любила в Tatum в этом лен покупать. Неплохой он у них был. Ношу с белыми вещами. Она достаточно редко. Чаще всего где-то на море. Потому что к нему нужен... Потому что к этому розовому хорошо смотрится загар. Ну и вот это вот какое-то такое нежное-нежное такое фиолетовое или розово-фиолетовое платье. Но тоже в основном, конечно, на отдыхе в Москве. Так не хожу я в нем. Он такой коротенький. Хотя можно попробовать его с джинсами. Еще одно сиреневое или какое-то фиолетовое. В общем, что-то среднее, межсредневым и фиолетовым платьем льняным, которое тоже сшила мне моя мама в свое время в кофейне. Мне его дружно обосрали. Не помешало мне носить его дальше. И я ношу его либо отдельно, либо этот топ к нему подошел. Еще одно платье сшито моей мамой. Такой тоненький оранжевый лен. Сшито оно по косой. Не ношу в Москве. Как-то ярковато оно для Москвы, если честно. Мне так кажется. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. По мере вы мне скажете. Можно его носить в Москве или только на море. Еще одно платье. Это Ральф Лорен. Тоже такое. Хоть и редко я его ношу, но я всегда его беру с собой куда-то на отдых на море. Потому что его можно кинуть в чемодан. Оно не мнется. Можно надеть его вечером в кафе. И, в общем-то, прилично смотреться в нем. Также я не показала вам в прошлом видео, как сидят на мне эти брюки. Меня попросили. Не вижу повода отказать. В общем-то, очередная майка Том Тейлор, которых я купила три штуки. Очень хорошо с ней сочетаются белые рубашки. Ну и, пожалуй, это вся моя такая цветная льняная, в основном льняная капсула. Часть из которой, часть из этой капсулы, как я уже сказала, сшита, да и связана тоже. Пишите в ваших комментариях, что вам из этого больше всего понравилось. Что уже пора выкинуть. И, может быть, я даже выкину, хотя вряд ли. До новых радостных встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!